Евгений, расскажите, пожалуйста, как правильно нужно начинать день после пробуждения? Несмотря где, с кем, после чего, это же совершенно разные ситуации. Задавайте вопрос очень конкретно, как вы пробуждаетесь. Ну что, не люблю в общем говорить. В общем, вы пробуждаетесь, вы не спешите. Во-первых, большинство из вас пробуждается спешно, просто как по тревоге. Все, вообще, большинство живут как по тревоге. Очень тревожные люди, они встали, вот как, у них начинается тревога, пробуждение, суета, и они суетятся, пока не сдохнут. Какой смысл? Одна жизнь, они как по тревоге вскочили, надо успеть, у кого кофе, у кого не кофе. Даже многие немытые выбегают на улицу, на работу, потом немытые ко мне подходят, фотографируются на улицах. Ребята, встали. Ну, сначала полежите, посмотрите, вспомните, как вас зовут, посмотрите, что у вас висит на стенках. Умойтесь, помойтесь, помойтесь. Ребята, вот пробуждение, вот, а пробуждение такое, значит, должно быть, как такой послеполудень, дословно, послеполуденный отдых фавна, был балет зягилевский, нежинский, гениально танцевал, по-моему, да? Да, вот, вот это должно быть всегда, там, после полудень, а здесь всегда, даже с утра, или когда вы, это должно быть какое-то, как, пробуждение должно быть, как продолжение сна. Вот, вот, вот так. Ну, и, конечно, вы должны, как, пробуждаетесь, открываете глаза, и первое, что вы видите, это огромное постер, баннер, фотография, распечатанная, меня, который настраивает вам все, вот. Или, как, знаете, у Достоевского, он все время консультировался, товарищ Достоевский консультировался с Библией всегда, но он так писал. Вот, вставал, все это открывал, древнееврейское, и, вот, это после, уже когда сошел с ума, потому что там же был такой псевдоказнь, и он там поехал крышей. Это вот уже после этого. А вы можете, просыпаетесь, да, еще это все сбитое, открыли на любом месте, прочитали, и как совет на день, вот, понимаете, вот, так сказать, да, ну, примерно так, дальше. Продолжение следует...